Рисующий свет. Внимание! В эфире. Философическая может получиться беседа, но, уверяю вас, скучной она не будет. И время этой беседы уже пошло. Поехали! Внешне они трогательно напоминали главных героев из довоенного фильма «Свинарка и пастух». После войны обреки были помилованы, и отец отбыл в свой Чебанский край. Материна племя была еще под комендантским надзором. Так они расстались. В школьные годы вел себя благонравным старичком. Не шалил, не дрался, не знал угреватых трудностей отрочества, чурался спиртного. И от солдат по городу поезд на домовой улице. И от улыба девичьи вся улица светла. После дембеля стал филологическим студентом в столице страны. Выучился на красный диплом, но аспирантуры не выжелал. Володя учился на факультете филологическом. Закончил на год раньше нас. А мы учились на их графике. Ну, мы тогда уже с Рерихом были хорошо знакомы. Он подошел и говорит, слушай, будешь моим дружкой на свадьбе? Ну, мы с Мариной учились в одной группе и дружили вот таким вот большим сообществом. Мне это очень польстило. Мы с ним ходили, выбирали ему костюм. То есть я вот был дружкой именно таким. За ночь до того, до свадьбы. То есть я приехал к ним ночевать. Мы с ним одевались утром. Галстуки друг к другу завязывали. Все, и поехали в ЗАГС. Это был такой отец-друг. Это не был человек, который нас воспитывал когда-то. Мы вообще, в принципе, на каком-то этапе, именно таком подростковом, начиная, наверное, с 10-11 моих лет, мы его видели, в общем-то, чаще по телевизору, чем дома. Понятно, такая была работа. Но когда случались эти домашние ужины семейные и так далее, это был, мы разговаривали. Не было каких-то поучительных бесед. Но были беседы философские, которые длились, возможно, часами. Мог цитировать Библию главами, да. И вкупе с его ораторским талантом, конечно, мы, как дети особенно, сидели под таким глубочайшим гипнозом и впитывали вот эту информацию. Вот это и было его, в принципе, воспитанием. Запомнила, мы сидели, ужинали один из этих редких вечеров, когда папа был дома, мы сидели, ужинали, и он просто как-то зашла речь почему-то, не помню уже о мастеровой горитель, и он просто начал с самого начала, с первого предложения, с первой строчки цитировать эту книгу наизусть, за столом, в процессе какого-то оживлённого разговора. Я сидела, это всё слушала. Он дошёл до самого какого-то такого момента, как Аннушка уже развела масло, да, и Берлиозу отрезала голову. В общем, самый такой интересный момент, он сказал, ну, на этом, ребята, ужин закончен, типа, расходимся. Ну и естественно, что ты делаешь делать первым делом. Ты находишь эту книгу и читаешь, что там дальше было. Вот таким образом он научился читать. По призванию, как мне кажется, да, это артист больших и малых драматических театров. Начало нашей дружбы датируется годом 85-м. Нас познакомил Володя Кадырбаев, художник, а они вместе работали на студии учебного телевидения «Каспи». И я видел, как Володе всё это было тесно и мало. Но вот это желание реализации, оно не давало ему покоя. Увлёкся синематографом, где начинал подручным в цехе документального кино. Тут подоспела Горбачёвская оттепель. Михаил Сергеевич, добро пожаловать в эфир нашего телеканала. Мы рады вас видеть. И мы с большим интересом выслушиваем все ответы на вопросы, которые мы приветствовали. Ответа, вы знаете, на целую книгу и папею. Жизнь была такая. Это верно, это верно. После окончания института я пошёл работать на киностудию. Я завёл Володю тогда к мэтру отечественной кинематографистики Татенко. Среди документальных лент той поры встречались и работы иного рода. Первые ласточки Владимира Татенко, интервал Сергея Азимова, бескомпромиссные ленты Юрия Пискунова и Асии Байгожины. И когда я завёл Володю в кабинет, Владимир Патянович посмотрел на него, а я вас знаю, вы Владимир Рерих, вы работаете учителем в такой-то, такой-то школе. Он проявлял себя и в учительской профессии проявлял очень сильно. А когда через неделю в Курилке, в Казахфильмовской, начали говорить, а вы знаете, вот Рерих сказал то-то, Рерих сказал то-то. А вот, то есть я понял, что этот парень пошёл, как ракета пошёл с вертикальным взлётом. Наскоро постигнув ремесло драмодела, я стал из молодых дыраний. Сочинял сценарии, снимал короткометражки, а чуть позже и полновесное кино, бродившее перестроечным сусловом. И вот такая картина, как полигон, и вот этот творческий тандем, Ураза и Володи, это было явление. Они сделали картину, которая была востребована обществом. Они сняли вот это знаменитое интервью с Андреем Сахаровым, и буквально через сутки его не стало. Это вот последнее, это как бы духовное послание, духовное завещание человека, который всё время пытался вырваться из этой системы тоталитарной. Это интервью, это как бы бриллиант. Их сделало знаменитыми. На Первом съезде народных депутатов познакомился с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и уговорил его на участие в фильме об атомных испытаниях на полигоне. И, о, чудо! В этом фильме также снялся легендарный ученик Резерфорда, создатель атомной бомбы, академик Юлий Борисович Харитон. Авторы фильма получили государственную премию. В середине 90-х стал стипендиатом германского фонда Эберта, жил и работал в Варшаве, снял документальный мини-сериал, где выступили Адам Михник, Барбара Брыльска, Станислав Лем, Пётр Вань. В конце 90-х вернулся в свою страну, получившую независимость, и принял предложение стать креативным директором новостного канала. Мы поняли, что ценность труда как такового повысилась. Работа стала главной ценностью. Вопросы престижа, хорошего места тоже, слава богу, отошли на второй план. И даже по родственному признаку стали приглашать на работу меньше, потому что прежде всего нужен работник. Могу ли я заключить, что всё-таки вещам, несмотря на всю тяжесть этого положения, возвращается их истинный смысл? Чёрное называется чёрным, а белое называется белым. Есть работа, и есть человек, который должен её исполнять, и исполнять её нужно хорошо. Рерих является одним из самых ярких и талантливых представителей казахстанского телевидения. Он пришёл туда с очень большим багажом знаний академического уровня, но он никогда не стремился ни к званиям, ни к титулам. Между тем, он был самым настоящим академиком телевидения. Плюс к этому у него был блестящий талант организатора. Всё, за что он брался и делал, получалось необычно. К примеру, на открытии одного из телеканалов, а это был науры с 2002 года, он предложил телеведущей Данину Ржигит, она потом стала его супругой, спуститься с крыши офиса на тросе. Мы тоже предлагали разные варианты эффектного выхода. На коне, на арбе. Но идея Рериха оказалась самой необычной, хотя и полная риска. Нам помогали в организации шоу сотрудники ЧАЭС. Лауреатом премии Алтын Жолдыс объявляется документально-публицистический фильм «Старше на 10 лет». Автор проекта – Владимир Рерих. Агентство «Хабар», «Старше на 10 лет». Автор – Владимир Рерих. Документалистика сейчас в падчерицах у большой журналистики. Тем более удивительно и приятно, что одна из золушек все-таки приехала на бал. «Виват Академия», «Виват Профессора». Я, конечно, отдавал должное его масштабу этой личности. Насколько он эрудирован, насколько он начитан, какая у него феноменальная память абсолютно, как он может экклезиаста цитировать. И вот это его любимая тема. Там песни песней и так далее. Прозаик прозу долго пишет, он разговоры наши слышит, он с нами распивает чай, при этом льет такие пули, при этом, как бы ни значай, глядит, как ты сидишь на стуле. Он свой роман в уме построив, домой бежит, не чуя ног, и там судьбой своих героев распоряжается, как бог. То сводит их, то разлучает, им зонтик вовремя вручает, сначала их в гостях сведет, потом на улице столкнет, изобразит их удивление, не верю в эти совпадения. Сиди, прозаик, тих и нем, никто не встретился ни с кем. Человек, который никогда не давал мне расслабляться, быть там самоуспокоенным, и вообще был таким раздражающим фактором. Рерих очень умел вовремя преподносить пряник и размахивать кнутом. И мы всегда понимали, что он знает и понимает больше, чем мы. Что видит он дальше нас. Но он мог давать какую-то энергию, что ли. И начинаешь что-то делать и начинаешь верить в то, что делаешь так, как надо, что получится то, что нужно. Если я вас правильно понял, в чистом виде атеизм – это все-таки абстракция, правильно? Да. Абстракция. Как точнее назвать людей, которые не исповедуют никакой религии, не преподают душой никакому вероучению, но тем не менее как-то вот существуют? Хотя мы, как уже определили, в начале дискуссии они все-таки не атеисты. Как их точнее назвать? Как вы думаете? Я думаю, что это младенцы. Ну, в метафорическом смысле, да? Если я предложу вам термин, который мне кажется совершенно точным в этой ситуации – это просто безбожники. Неправильно? Почему? Это была тоже прекрасная история с Майданом. Мы писали ему всякие подводки, собирали биографию героев. И накапливался достаточно большой материал, и нас даже страшно обижало в тот момент, что он вот так пробежит глазами, то, что там страниц 20, допустим. Он так пролистает, пролистает, отбрасывает, выходит на сцену и без бумажки, без всего. Ну, он мне потом как-то сказал, да все я помню, все я… То, что мне нужно, я здесь зафиксировал. У меня просто память хорошая, и все. Не то, что я там пренебрегал вашей работой, ребят. Некоторое время руководил каналом. Успел снять пару документальных мини-сериалов, где собеседниками были Михаил Горбачев, Станислав Шушкевич, Леонид Кравчук, Егор Гайдар. Володя общался с Горбачевым, то есть как бы… А так как это был зимний сад, он был очень большой, нам не хватало кобелей. И тут, поправляя какой-то свет, приборы, пробегая, я запинаюсь об эту растяжку, и начинает падать контровой свет, который стоит на Михаила Сергеевича. Ну, то есть контровой сзади вот, который, да, и он падает, ему прямо на голову. Я боковым зрением это успеваю схватить. Прибор остановился над головой в сантиметрах в 15. Горбачев этого не видит, потому что это все происходит сзади, то есть как бы… А Рерих, он сидит напротив, и он как раз-таки все это видит. Я поставил аккуратно прибор на место, в общем, отснялись все. Он подошел и говорит, так, оба, ну, оба это я и осветитель, то есть комендант, оба мне объяснительным на стол. Вел еженедельную аналитическую передачу. Стажировался на BBC, где пленился идеей общественного телевидения. Весну 99-го года мы с ним вместе проходили практику на BBC в группе казахстанских журналистов. Мы однажды… Я купил два билета в шекспировский театр «Глобус», и мы вырядились по лондонскому стереотипу. Снял документальный фильм-портрет о Довлатове. Снял документальный фильм-портрет Он мог Долатова страницами цитировать. Это, признаюсь в грехе, это я его приучил к этой любви. У Рериха был очень своеобразный юмор и свойственная только ему манера общения. Думаю, это от того, что он очень много знал, много читал, имел широкий кругозор, и многие просто не понимали его. Я много лет работал на телевидении, и могу сказать, что он, как никто другой, уделял огромное значение развитию именно казахского вещания. Многим руководителям было недосуг. Они знали, что есть такие-то передачи на казахском языке, но глубоко не вникали. Тогда как он, Рерих, очень внимательно изучал каждую программу. Делал все для того, чтобы увеличивать их количество и улучшать качество. Он нередко спрашивал у меня значение тех или иных слов, их скрытый смысл. Всегда был над ситуацией. Наверное, в какой-то степени был, ну, выше людей, которые с ним общаются. Никогда, может быть, внутренне он кому-то и заглядывал в рот, но этого же никто не мог понять. Всегда со всеми был на равных и с теми, кто над ним, и с теми, кто под ним. Вашингтон явно уступает Нью-Йорку по части новогодней карнавальности. Приближения Рождества и миллениума здесь почти не ощущаются. Краски поблекшие, погода серая, дождливая. Сдержанный и респектабельный Вашингтон предпочитает концентрировать действия в стенах офисов, главный из которых Белый дом, Уайтхаус. Он был равнодушен к деньгам и богатству. Его интересовал сам рабочий процесс. На телевидении многие работают годами и как кони вокруг овса ходят по кругу с одними и теми же проектами. Рерих не боялся экспериментов. Мог в одночасье разрушить то, что сам своими руками и создавал. Делать постоянно что-то новое, открывать новые имена. Это было его стихией. Новости как-то при его руководстве каналом ввели пять человек. Представляете? Один подавал новости о политике, второй о культуре, третий о спорте. Когда он нам заявил об этом, мы были в шоке. Для этого специально создавали огромную студию. С Ильдаром Рязановым беседует Владимир Рерих. Владимир Рерих показал его фильм с другой стороны. Это было уникально. Просто потому что я видел в глаза Рязанова его удивление и осознание своего фильма. Какая-то вот тенденция ухода из привычной среды, извините за высокопарность, в народ, в то незнаемое, где ваши герои, как правило, обретаются в элитных условиях и вдруг проваливаются на другую полку жизни и там вдруг обретают смысл. Я так думаю. Я не анализировал так столь глубоко, как вы. В начале нулевых годов, наблюдая моральное разложение политической элиты, подал в отставку. Некоторое время был креативным продюсером Евразийского медиафорума, где познакомился с Гейдаром Джималем, Максимом Шевченко, Сергеем Кармурзом. Это время и сомнений, это время некоторой непрекаянности, поиска, ну это и время дерзкого подвига. Все у них сегодня есть. Ко всем этим подходам дорога расчищена. И уж самая последняя, не моя мысль, слегка ее перефразирую, недавно прочитал просто замечательная фраза. Величие национальной идеи состоит не в том, что нация думает и говорит в данный момент времени, а в том, что скажут о ней история вечности. Вот об этом необходимо думать. Последний его проект, «Поздний Рерих». Я у него была продюсером. Хотите верте, хотите нет, но перед нами Андрей Битов. Вахтан Константинович Кикабидзе. Марк Григорьевич Руденштейн. Гости телепередачи были в какой-то степени и уникальные. В 2012 году программа была закрыта без объяснения причин. Пришла его супруга. Нам все время казалось, что Салима Дусекова это псевдоним Рериха. То есть ходили такие слухи, что это Рерих. Специально стилизация. Гениальные совершенно у нее были материалы, но такие злые. Ну, Рерих возвращается. Нет. Тут приходит такая женщина, такая глазированная такая, вся с каким-то там тортиком пришла. Сказала, здравствуйте, я хочу вам написать материал. Меня зовут Салима Дусекова. Ну, я тут сел в кресло. Уехал в Германию поздним переселенцем. И вот я на Западе. Его аудитория, это мы здесь, она понимает, схватывает эти вещи на лету, потому как он обращается к нашей истории, к нашим анекдотам, к нашим знаниям, к нашим ассоциациям, к нашему пониманию того, где мы жили и где мы оказались, и что будет дальше с нами происходить. Он наш, конечно, во всех отношениях. И там ведь он был понятен, я думаю, тем, кто когда-то уехал из бывшего союза, скорее всего. Ну, не немцам же это объяснять и рассказывать, да, эти понятия все. Я не восхищалась никогда Рерихом, я скорее ему завидовала. Рерих был настолько богат внутренне, и Рериху нужно было блистать одному. Рерих говорил, что хотел, как хотел, сколько хотел. С 2015 года служил колумнистом в интернет-газете «Зона Киза», сотрудничество с которой прервал. Мы все время были с ним, с ним все время были на звонке, вот, на «Бесконечном». Вот, и потом, года два назад я делал картину «30». Я Володе говорю, «Володя, ты мне напиши сценарий». И Володя написал три великолепных новеллы, три новеллы, он состоял из новелл. «И помни, с этого момента в этой стране ты никто и звать тебя никак!» Вот, одна из которых, вот, молитва, заняла кучу премий на, там, на разных фестивалях, лучший короткометражный фильм в Сочи, в Петербурге, где-то еще в Германии. Чего молчите? Так на хрена вы нам нужны? Сидите вы тут, бородами тут трясете. Хорошо устроились, да? А? Сыто жрете, сладко пьете? Хотят вас толку ноль! Володя так гордился, он говорил, «Игореха, спасибо тебе, вот тех героев, которых я писал, я теперь вижу на экране». Верех никогда не писал для простого читателя, для простого обывателя. Писал всегда для думающего, умного, талантливого, толкового читателя. Я вам всегда говорил, «Володь, ну, не надо перенасыщать метафорами текст, ну, слишком он сложный для прочтения». Володя говорил, «А я по-другому не умею, вот пишу так, как хочу, как могу». Публиковал малую прозу в коллективных сборниках русскоязычных писателей Германии. «Говорить с журналом «Простор», Володя стал посылать свои вещи туда, и уже договорились, вот день рождения Ленина, значит, повесть, маленькая повесть, она так и называется у него, вот, и мы вот ее и издали, и начали готовить к изданию. Вот он, этот журнал, 04-94-2004 год, она вышла, к сожалению, вот после ухода Володи. Пробиться в этой сфере практически невозможно, если ты слабый человек. Я думаю, что Володя был сильным во всех отношениях. Нам кажется, что человек сильный и прочее, но ведь он же был полон вот этого внешнего цинизма и в своих текстах, и в общении периодически, да. Позволял себе то, на что некоторые могли обидеться, собственно говоря. Но я думаю, что когда человек таков, то он, скорее всего, это защита от ранимости внутренней. Говорят, незаменимых нет. Это самая поганая пословица, которую я только в своей жизни слышал. А уж такой, как Верих, он реально незаменим, таких не было. Ну, я надеюсь, что может быть, он повторится в своем сыне. По словам мамы, сначала отец влюбился в нее, а потом моя мама в него, а потом я появился. Десять лет прошла маму, мол, Аллаха, меня. Я его редко видел, в основном по видео звонку в фейсбуке общался. Я помню, что он был очень настоящий мужчиной, ответственно относился к своей работе, трепетно, я бы даже сказал. Хочу стать пилотом. Я слышал, мой отец очень много об авиации знал, но я не успел спросить об этом. Жаль. Молодец! Музыкант, подойди ко мне. Ни слова не сказал! Подойди ко мне, музыкант. Опа! Возьми, заработал. Это заработал называется. Хорошо работал. Смой заработал, Молодец. Спасибо. Молодец. Музыкант, зарайся, символом. Принимать от очень родного человека. Я в данном случае был твой публикант. Зритель? Я зритель. Публикум. Ихвардань публикум. Публикум. Не с жадом. Отца своего люблю и буду помнить, пока не он бросал. Единственное сожаление, что мы регулярно и встречались, и созванивались, просто разговаривали. Вот этих глубоких философских разговоров и, опять же, советов, вот это, конечно, большая потеря, потому что в моем окружении нет такого человека, кто бы это восполнил. Он, ты знаешь, он был джигит, был честный и порядочный. Он никогда не был лизоблюдом, он никогда не жил задним умом, типа вот так. Он был абсолютно честный человек в этом отношении. Нет пророка в своем отечестве, вот он недооцененный абсолютно в плане признания такого государственного. И надеюсь, что наступит время, когда будут исследовать его творчество, будут писать кандидатские, докторские, может быть, какой-то спецкурс на факультете филологии будет. Я ощущаю только благодарность, огромную благодарность, я никогда не смогу ее каким-то образом вернуть уже ему все, что он дал. Дай Бог, что я смогу что-то дать своим детям, чему я научилась от него. Мне будет, естественно, не хватать разговоров с ним. Что-то такое, что я хотел бы сказать и не успел сказать, такого нету. Мы достаточно много общались, постоянно общались. Сожаления опять же, нету, что я что-то недосказал. Ему еще одной жизни не хватило. То есть, Господь одарил таким талантом грандиозным, что ему не хватило вот одной жизни. Может быть, еще две. О, очень интересно. Отлично. Прошу. Да-да. Смелей, смелей. СМЕХ.